Привет, друзья! Меня зовут Наталья Качанова Роудс, и я, как всегда, рада видеть вас на своем канале. Возможно, некоторые из вас уже являются участницами моей группы на Facebook «Как удачно выйти замуж». Именно в этой группе совсем недавно я проводила онлайн-трансляцию, посвященную вопросу ценности женщины. Эта трансляция была заявлена здесь, на канале YouTube, но, к сожалению, у меня не получилось выйти в прямой эфир по техническим причинам. И я вела эту трансляцию в своей группе. По итогам трансляции было очень много писем мне в личку, в приват, много женщин комментировало в ходе трансляции. И я понимаю, что эта тема, она мало раскрыта. Это тема ценности личности, тема ценности женщины, тема осознания этой ценности, тема понимания того, как, опираясь на собственную ценность, я могу устроить отношения с мужчинами. Как не потерять эту ценность, уже находясь в отношениях с мужчинами. Поэтому приглашаю всех вас 14 ноября на свой тренинг, который будет посвящен теме, как создать свою ценность. Форма регистрации внизу под этим видео. Это Google форма, которую вам нужно запомнить. И у меня будет ваш контактный адрес, ваша электронная почта, на которую я вам пришлю ссылку для входа в тот ресорт, где будет проходить вещание. Либо это будет здесь YouTube канал, либо это будет программа Zoom, которая позволяет вести конференцию и видеть онлайн участниц, видеть их лица и разговаривать в прямом эфире. Также хочу обратить ваше внимание, что участие в тренинге платное. Стоимость участия 10 долларов. Форма оплаты на PayPal или на карту PrivatBank. Если у вас будут какие-то вопросы, вы знаете мой адрес электронной почты, по которому со мной всегда можно связаться. Это приятная, доступная стоимость для женщин, которые работают, которые сейчас заняты поиском отношений. И вам приятно ее платить, ну а мне приятно будет получить бонус за свою работу, за свой труд. Итак, регистрируйтесь. Я жду вас. Регистрация будет закрыта 13 ноября. Ну а я готовлюсь. И до новых встреч на канале. И буду рада видеть вас на моем тренинге. До встречи. Пока.